Парки Патриот прошли соревнования по силуэтной стрельбе. Участники стоя стреляли по фигуркам животных. На дистанции в 50 метров была расположена курица на 100 кабан, на 150 индейкой, на 200 баран. Проявить свое мастерство сюда могут приехать владельцы охотничьего оружия и улучшить свои навыки. Силуэтная стрельба получила признание не только среди тех, кто увлекается любительскими соревнованиями, но и даже довольно серьезные ведущие в нашей стране организации, кто занимается высокоточной стрельбой, также силуэтную стрельбу признали. Некоторые участвуют в соревнованиях ради спортивного интереса. У Вадима Шаповаленко оружие стояло в сейфе больше 20 лет. Почти три года назад у него проснулся интерес, и это стало хобби. Пополнилась коллекция оружия, и только за этот год для стрелка это уже седьмые соревнования. Иногда получается в призы войти, иногда получается вот в этом году, наверное, два первых места, по-моему, я получил. Винтовочный рубеж я выиграл один раз с Аркой, один раз с 308. Ну, с Ар-15 и с 308 калибром. Вадим работает спортивным массажистом, но между работой и домашними делами подготавливается и отрабатывает стойку для стрельбы. Очень волнуется во время соревнований. Если касается меня, что у меня волнение не уходит вообще. Я вот даже сейчас ребятам показывал, и мы сейчас серию отстреляли, у меня руки вот буквально вот так вот ходуном ходили. Для себя я, по крайней мере, пока вывод сделал, что чем больше как бы в соревнованиях участвуешь, тем проще с собой справиться. А ведь для участников этих соревнований одно из главных условий – оружие держать только руками, без различных подставок, которые облегчили бы задачу. Но, несмотря на волнение, Вадим в этот раз занял почетное второе место. Он и другие победители в награду получили кубки и медали. Второе место – Шиповаленко Вадим, 21-я. Молодец, молодец. Прямо поверните. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».